Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать вам об FTP. А для того, чтобы рассказать об FTP, вероятно, сначала нужно рассказать о том вообще, как устроена сеть и как так получается, что заходя на сайт, скажем, Google, вы видите разноцветную надпись из шести букв и поисковую строку ниже, а не мистический набор бессмысленных символов из фильма Матрица. Магия, скажете вы? Нет, HTTP, то есть протокол передачи гипертекста. Чтобы понять, как это работает, нам нужно открыть исходный код страницы. Упс, это сложно, это неподходящий пример. Google он такой, да. Так, сейчас что-нибудь попроще. Кинопоиск. Смотрим исходный код. Окей, тут все проще. Вот так выглядит сайт изнутри. Это HTML, язык разметки документа. Ну то есть это PHP, но не будем погружаться сейчас в бездны, примем за данность, что это HTML. Тут есть теги, которые предписывают браузеру определенные действия. Вот, скажем, Ахрев говорит, что тут должна быть ссылка на папку new в папке афиша. Ссылкой на страницы является фраза сегодня в кино. Ул говорит браузеру, что тут должен быть список. Али говорит, что это новый пункт списка. Так, в частности, оформляется меню сайта. Ну и так далее. Мы не изучаем сейчас HTML, мы просто пытаемся подобраться таким образом к FTP. Когда пользователь набирает строке браузера имя сайта, специальные DNS сервера перенаправляют его запрос на сервер, на котором физически лежит нужный ему сайт. И этот сервер отдает ему искомую страницу в виде HTML. А его браузер понимает, как из всего этого собрать привычную, нашему взгляду, интернет-страницу. Ну то есть там сидят такие маленькие умпа-лумпы из фильма «Шоколадная фабрика» Тима Бертона и начинают бегать и собирать страницу. Так, эту ссылочку сюда. Здесь сделаем прямоугольничек. Сюда поставим фоточку. И, в принципе, вот она, искомая страница Google. Поисковая строка. Поиск. Мне повезет. Почта. Аккаунты. Приложения. Все. Остается вопрос, что же такое FTP и при чем здесь умпа-лумпы? FTP это File Transfer Protocol. Протокол передачи файлов. Это просто договор двух компьютеров о том, как они будут передавать файлы друг другу. А весь предыдущий пассаж про умпа-лумпов, HTML и HTTP был произнесен исключительно потому, что FTP в последнее время используется только для работы с файловой системой сайта. Условно вы делаете сайт в несколько страниц на своем компьютере, используя HTML. Потом с помощью FTP-пароля и по протоколу FTP, простите за тавтологию, заходите на свой виртуальный сервер у хостинг провайдера, закачиваете туда свои страницы и вуаля. Теперь у вас есть свой сайт. Для того, чтобы продемонстрировать, как работает FTP, я завел тестовый хостинг на Beget.com. Мне дали имя сервера, логин и пароль. Пароль был в письме о старте, я его сохранил. Логин и пароль FTP вообще это ваш паспорт, даже больше чем паспорт. Если у вас есть пароль FTP, вы можете сделать с сайтом все что угодно. Удалить, заменить, добавить предоносный код. Словом, храните пароль FTP в самом, что ни на есть, защищенном месте. Вернемся к сайту. Теперь у меня есть физическое место на выделенном сервере Beget.com. Для доступа к нему мне нужен любой FTP-клиент. Кто-то пользуется файл ZILA, для доступа по SSH, это защищенный FTP-протокол, использует WinSCP, но я люблю Total Commander, поэтому им и воспользуюсь. FTP, соединиться с FTP-сервером, добавить. Здесь мы пишем имя соединения. Это для себя, поэтому назовем соединение Beget. Сервер – это имя сайта, присланное в письме о старте. Учетная запись – это логин. Пароль – это пароль. Именно Beget требует включать пассивный режим обмена. Об этом также написано в письме о старте, поэтому внимательно его изучите, прежде чем обращаться в техподдержку. Все соединится. Наш сайт лежит здесь. Вот он. CGI-bin – это папка для хранения CGI-скриптов. Индекс – начальная страница. Давайте я сейчас заменю начальную страницу на заранее подготовленную мной. Это простейшая страница, всего с одной ссылкой. Собственно, вот результат. То есть сайт – это всего лишь облако. Виртуальный диск, с которым можно делать все, что угодно. А вот что угодно делать с виртуальным диском, мы расскажем позднее. Потому что, конечно, на виртуальный диск нужно устанавливать CMS. Самый действенный и самый удобный способ управления контентом. Но об этом в следующих выпусках. Поэтому рекомендую вам подписываться на наш канал. Все. Любите друг друга, делайте хорошие сайты, берегите ваши пароли FTP от злоумышленников и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.